«Чего ты сидишь на морозе?» – спросила Галина Сергеевна, поморщившись от холода. Девушка подняла на нее глаза и грустно посмотрела. На вид женщине было лет сорок пять не больше. Она выглядела такой красивой и ухоженной, но при этом немного печальной. «Извините, я уйду, если мешаю», – только и сказала она. «Я же не гоню тебя. Просто спросила, чего ты тут сидишь? Зима на дворе. Уже более мягко, спросила женщина. В тот день было особенно холодно, да и ветер завывал. Негоже в такую погоду на лавочках сидеть просто так. «Мне некуда идти», – сказала девушка и расплакалась. Ее звали Кариной, и ей действительно некуда было податься. Пару дней назад ее выгнал из дома родной отец. Она приехала в этот город, чтобы пожить немного у своей тети по маминой линии. Мать Карины умерла три года назад. После ее смерти отец стал много пить. С каждым днем отношения с ним становились все хуже, а спустя три года так вообще стали невыносимыми. Алексей, так звали ее отца, все чаще приводил в дом своих странных друзей. Иногда они приставали к его дочери. Она жаловалась, но отец даже не пытался ей помочь. Приходилось отбиваться самой. И вот после очередной потасовки с его так называемыми корешами отец просто выгнал ее из дома. «Проваливай, ты здесь никому не нужна. Толку от тебя чуть, приживалка!» – прокричал он на дорожку. Карина приехала к тете Маше в надежде, что она ее приютит, но у той в квартире просто не было места для еще одного квартиранта. У нее своих трое детей, к тому же сейчас с ними жила свекровь и заловка с дочкой. Все они ютились в трехкомнатной квартире. Маше ничего не оставалось, как отправить племянницу обратно к отцу. «Поезжай обратно, отец тебя примет. Поплачь, если будет нужно. Прощения попроси, если придется. Ты же видишь, у нас совсем нет места. Прости, милая, ты имеешь полное право жить в отцовской квартире. Ему придется это понять». Только и сказала тетушка, даже чаем не напоила. Карина ушла. Ей стало так обидно, но возвращаться к отцу не хотелось. Ничего хорошего ее там не ждало. Она долго брела по заснеженным улицам города, пока не устала. Решила немного отдохнуть на скамейке, когда к ней подошла та незнакомка. «Как это некуда идти? Ты же совсем маленькая еще. У тебя что, родителей нет?» Карине уже исполнилось восемнадцать. Она училась техникуме. Сейчас как раз каникулы. Она не успела все хорошенько взвесить, когда в спешке уходила из дома. Только во время этой долгой прогулки смогла осознать, как теперь все будет непросто. «Больше нет», — кротко сказала девушка и уткнулась носом в колени. Она сидела на лавочке, поджав ноги к груди, чтобы согреться. Руки уже посинели от холода, из носа текли сопли. На ресницы то и дело налипали падающие с неба снежинки. Галине Сергеевне стало жаль девчушку. У нее самой был сын чуть старше. Негоже бросать детей в беде, хоть и чужих. «Пойдем ко мне, хоть чаем тебя напою, а то у тебя зуб на зуб не попадает», — предложила она. Карина согласилась. Они вместе поднялись на второй этаж, где жила Галина. У нее просторная квартира, но, что гораздо важнее, там было очень тепло. Девушка наконец-то смогла согреться. «Борщ будешь?» — предложила хозяйка дома. Карина только благодарно кивнула. В последний раз она ела вчера вечером, когда перед ней поставили тарелку горячего борща, девушка накинулась на него, будто не ела целый год. После трапезы она рассказала своей новой знакомой о том, что с ней произошло. Галина Сергеевна только недовольно покачала головой. «Да, печально все это. А знаешь, оставайся у меня, места нам всем хватит. Мой сын сейчас в армии служит, вернется только через два месяца, но у нас целых три комнаты. Оставайся, пока не придумаешь, что делать дальше». «А где ваш муж?» — поинтересовалась гостья. «Умер пять лет назад. До сих пор по нему скучаю. Одиноко мне бывает одной, понимаешь? Вместе веселее все-таки. Так что можешь пожить у нас. Я буду рада компании. И Васька тоже. Правда, Васька?» Спросила женщина, обращаясь к рыжему коту, который сидел возле стола и умывался. Карине стало немного неудобно, точнее, сильно неудобно, но она согласилась. Ей все равно некуда было деваться. Никому она была не нужна. Так они и стали жить вдвоем. Галине сразу понравилась девчушка, вежливая и воспитанная. Видимо, материнское воспитание не выветрилось за три года жизни с отцом-алкоголиком. Карина была аккуратной, не боялась домашней работы, убиралась очень прилежно, посуду мыла, с радостью училась готовить. Карине, правда, пришлось бросить техникум, но она решила на следующий год попытаться поступить в другое учебное заведение. Галина Сергеевна помогла ей найти работу на то время, пока она не учится. В магазине возле дома работала ее хорошая знакомая. Она взяла к себе молоденькую девушку без опыта продавцом на свой страх и риск, но потом даже как-то встретила Галю на улице и поблагодарила. Хорошую ты мне работницу предложила, трудолюбивая, скромная, не глупая. Карина была очень благодарна Гале за приют. Не раз ей об этом говорила, пыталась помогать всем, чем могла, чтобы не чувствовать себя бесполезной приживалкой. Они успели подружиться. Да и кот Васька привязался к молоденькой подружке хозяйки, любил спать с ней в одной кровати, повсюду бегал за ней хвостом. Через два месяца вернулся из армии сын Галины. Когда он пришел домой в форме и с букетом цветов для матери, Карина увидела его впервые. Раньше только на фото глядела, что стояли на серванте. И то, в основном, где он маленький. Парень был очень хорош собой. Наобнимавшись с матерью, Миша наконец-то заметил гостью. Привет, а ты кто? Удивленно спросил он, глядя на худенькую блондинку в домашнем платье. Ой, сынок, это наша гостья. Ее зовут Карина. Там долгая история. Пока она будет жить с нами. Надеюсь, что вы подружитесь. Смотри, обижать ее нельзя. Она очень хорошая девочка. Так я и не планировал. Думал, ты мне уже сестренку состряпала, пока я служил. Если б знал, еще б букет цветов прихватил. Сказал парень и улыбнулся ей. Приятно познакомиться. Карина даже не смогла ничего ответить. Она просто стояла и смотрела на него. Так сильно он ей понравился. Через несколько секунд она смогла взять себя в руки и наконец-то отвела взгляд. Вернувшись после армии, Миша возмужал и окреп. Даже мать удивилась, каким крепким и статным он стал. А Карина так и вовсе увидела в нем свой идеал. Правду говорят, что армия делает из мальчиков мужчин. Отдохнув примерно неделю, Михаил тоже начал искать работу. Осенью он планировал поступать в вуз. Но до нее еще нужно было дожить, а сидеть на шее у матери он не планировал. Так они и жили все вместе. Встречались в основном утром и вечером, а все остальное время пропадали на работе. Миша и Карина быстро нашли общий язык. Все-таки почти одного возраста. Много общих интересов. По вечерам они часто болтали ни о чем или смотрели вместе киношки. Они и сами не заметили, как привязались друг к другу, но вовсе не как брат и сестра. Карина не могла сделать первый шаг, ведь боялась обидеть Галину Сергеевну. Миша тоже не решался, ведь не знал, что их чувства взаимны. Только мама все замечала. Она понимала, что между ними растет что-то большее, чем просто дружба, но не вмешивалась. Как-то вечером Галя сидела и размышляла по этому поводу. Пыталась понять, понравилась бы ей Карина в качестве невестки. И да, в ней было много качеств, которые ей бы нравились, как будущей свекрови. Тогда-то Галина и решила немного подтолкнуть молодежь друг к другу. Когда наступило лето, она купила две путевки на море. Хотела поехать с сыном, вроде как, но в последний момент сказала, что у нее есть важные дела на работе, никак не может вырваться. Под этим предлогом она отправила на отдых Мишу вместе с Кариной. «Не теряйся, а то уведут», — сказала она сыну с хитрой улыбкой на дорожку. Миша все понял. Мама не ошиблась. Домой они вернулись влюбленной парой, а еще через месяц объявили о своем желании пожениться. И хотя многим могло показаться, что это слишком поспешное решение, Галина не стала возражать. В конце концов, хорошие невестки на дороге не валяются. Правда, иногда их удается отыскать на лавочке возле подъезда в морозный день. Но это скорее редкость. Повезло ей. И сыну ее повезло. Соседи, правда, за спиной шептались. Да и некоторые знакомые в глаза говорили Галине, что она, мол, сына на нищей проживалке женила. Сглупило говорили. Но она-то точно знала, что все сделала правильно. И даже спустя много лет Галина ни разу не пожалела, что подобрала тогда замерзшую девчушку на улице, обогрела ее и позвала к себе жить. Ведь Карина стала доброй и верной женой ее единственному сыну, любила его всей душой, подарила бабушке трех замечательных внуков и много теплых дней. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.